Всем привет, ребят! Меня зовут Света, и сегодня я хочу показать вам вещи, которые приобрела, где-то заказала в интернете, уже с мыслями о лете. И вот оно уже наступило, это самое лето, и да, я хочу показать вам, что же именно я выбрала, рассказать вам, как я это буду носить, с чем я это буду носить, и вообще, стоит ли обращать внимание на эти вещи, так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Первым делом хочу вам рассказать достаточно забавную историю, когда я прилетела в Саратов относительно недавно, в общем, я прилетела в джинсах, и они практически на второй день лопнули по всем швам. И, естественно, мне нужна была какая-то замена, и я взяла себе две пары практически одинаковых по цвету джинс, такие с завышенной талией, по фигуре, ничего такого особенного, но взяла их, потому что у меня не было именно вот такого оттенка светло-голубых джинс, и две пары, потому что они достаточно быстро пачкаются, поэтому их надо стирать, поэтому их надо менять, и да, мне кажется, они реально очень-очень летние, и ко всему подходит то, что у меня есть в гардеробе. Также на это лето мне очень сильно захотелось каких-то платьев, таких более casual, ну, то есть ничего такого особенного, просто на каждый день, и я посчитала, что вот такое, например, красное платье, здесь такой валан, в принципе, можно носить на каждый день, и у этого платья также есть такой поясок, можно носить просто прямым силуэтом, и оно будет более такое расслабленное, либо подпоясываться, тогда будет заметно как-то талия, и фигура подчеркивается, и больше всего в этом платье мне понравилось то, что оно вот так вот сидит, да, то есть на плечах, но за счет такой хитрой системы рукавов, которые спрятаны на самом деле под этим валаном, оно никогда с вас не свалится. Еще одно платье, которое я давным-давно видела на многих сайтах, и многие девушки как-то в нем так сексуально выглядели, в общем, оно мне пришло огромным просто, хотя это размер S, и оно мне велико в груди, велико в талии, велико в попе, но длина у него настолько короткая, что это скорее какая-то кофточка, а не платье, поэтому если вы вдруг засматривались, однозначно нет. Третье платье, которое, кстати, очень даже удачное, это платье в пол, верхушка у него, в принципе, самая обыкновенная, и сам узор подлиннее в юбке, такой тип как зигзаг, это какой-то коричневатый оттенок, это черный, это розовый и это белый, и все в этом платье классно, оно хорошо так сидит по фигуре, красиво вот этот подол не спадает, но длина. У меня всегда проблема с платьями в пол, потому что длина мне чаще всего не подходит, и, конечно же, это платье больше бы подошло, если бы я была, наверное, сантиметров на 5 хотя бы пониже, то есть не метр шестьдесят девять, а хотя бы метр шестьдесят пять, поэтому, скорее всего, это платье я подарю своей сестре. И еще одно платье, которое, кстати, у меня как раз уже отжала сестра, хочу вам его даже посоветовать, у меня его уже нет на руках, но я попробую вам как-нибудь показать, картинку вставить. В общем, оно настолько мягкое, настолько приятное, хочется его одеть и реально не снимать. И, опять же, оно мне пришло просто огромного размера, ну как огромного, на размер больше, да, и в талии это очень сильно заметно. На моей сестре оно отлично подошло, хотя изначально я думала, ну, буду носить его дома, раз оно такое приятненькое, а потом подумала, ну, смысл жадничать, лучший человек его реально будет на улицу по своему прямому назначению носить, и действительно, приглядитесь к этому платью, у него отличное качество и очень смешная цена. Возвращаясь, если к поездке в Саратов, то я прям перед отлетом купила себе вот такие вот кетики, это Night Air Jordan, как они так называются, и, о боже, ребят, они настолько узкие вот здесь вот, что я не знала, как мне быть, и на третий, и даже на второй день носки я их сдала в растяжку, мне их растянули и в длину, и в ширину, и все равно они немного мне здесь давят, то есть по ширине, наверное, надо было больший размер брать, но я почему-то этого не сделала, но они настолько классными, так нравятся, как они смотрятся и с джинсами, и с платьями, и даже с юбками, вот, не знаю, вроде бы они такие огромные, но они совершенно не делают ногу какой-то такой убогой, слишком грубой, действительно, это моя любовь, и надеюсь, что они все-таки в ближайшее время разносятся. Вторые кеды тоже, кстати, их брала с собой в Саратов, это вот такие кеды из H&M, также перед отлетом их купила, и, не знаю, я уже который раз покупаю такие кеды и ношу их очень-очень долго, они очень крепкие, ну, конечно, со временем они вынашиваются, но реально они пережили кучу поездок, мои предыдущие такие же кеды, и там всякие перелеты, путешествия, и вот на замену им пришли очередные такие же, единственное, у этих кед из H&M цена стала больше, раньше, мне кажется, они рублей 600 стоили, и сейчас уже тысячу, но, в принципе, я не пожалела, потому что даже без носочка в них очень удобно, ножка как-то дышит, комфортно себя чувствует, то есть я могу с Евой гулять, и просто гулять, и по каким-то делам ходить, я их уже, кстати, в машинке постирала, поэтому шнурочков сейчас нет, а так реально классная вещь, мне кажется, вот купить, да, и целое лето, то и два лета в них вполне можно отходить. И еще про поездку в Саратов, я в этот раз пыталась в чемодан запихнуть, ну, просто минимальное количество вещей, чтобы не было опять, знаете, такого, приехал, а носишь из того, что взял, ну, не знаю, процентов 10, и мне в этот раз очень помогли одни такие, типа, как пакетики, что ли, в общем, это такие сумочки, целый набор сумочек, с одной стороны они сетчистые, чтобы вы видели, что вы туда положили, а с другой стороны, ну, просто такие, да, типа, как, вот они промыкаемые они, кстати, по-моему, и не настолько меня как-то дисциплинировали, я сложила в одну такую сумочку маечки, футболочки, кофточки, в другую сложила какие-то там брючки, джинсы, и еще в одну такую же штучку сложила белье, и также в этом комплекте было три косметички, ну, я сейчас только две нашла, в одной там сложила лекарство, в другую еще что-то, а в такую вот большую запихала все от своей камеры, там всякие провода, флешки, т.д. и т.п., и в том числе я сюда даже камеру запихала, реально просто мега супер вещь, почему я раньше никогда не обращала на нее внимание. Еще я заказала две блузки-рубашки на лето, первая это, в общем, вот такая желто-горчичного цвета, и здесь у нее бант, который не завязывается, а на пуговке отстегивается, пристегивается, то есть вполне можно без бантика носить, и я знаю, что просто эти банты сейчас достаточно популярны, и я подумала, что, ну, реально, у меня в гардеробе просто не хватает какой-то такой более женственной блузки, в которую можно вечером пойти там куда-нибудь посидеть, или даже в какой-нибудь театр можно в ней пойти, и вот, такая блузка пополнила мой гардероб, очень легкая, очень приятная, и реально очень женственная. А вторая рубашка уже более какая-то классическая, что ли, ну, во всяком случае, потому что она белая и из хлопка, но, с другой стороны, вот этот рисунок делает ее какой-то более интересной и даже нарядной, я бы сказала, и самая фишка этой рубашки в ее длине, то есть она длинная такая, и можно ее носить, типа, как, знаете, полуплатье, а под него шортики какие-то короткие одевать, например, джинсовые, либо все это дело можно заправить внутрь джинс, либо можно подвязать каким-нибудь красивым поиском, по-разному я уже мерила, по-разному смотрится круто, я думаю, опять же, что белая рубашка должна быть в гардеробе, но летом, конечно же, хочется, чтобы эта белая рубашка была, ну, более какая-то прикольная. И еще из более такого строгого, что я посчитала важным иметь в гардеробе, я взяла себе вот такую вот блузку без рукавов, она беленькая и типа как шелковая, я ее взяла на замену точно такой же блузки, которая у меня была от Topshop, но она уже у меня та предыдущая блузка, просто стала не белая, а какой-то желто-серой, ткань реально уже стала какая-то непонятная, и я взяла себе такую замену, альтернативу, и мне очень понравилось, что здесь вот этот вот воротничок черный, то есть если вдруг я испачкаю тоналкой или еще там чем-нибудь автозагаром, то никто ничего не увидит. На мой взгляд, ее можно наносить и нужно наносить, не только с каким-то строгим низом, но и на каждый день, вот реально. Одеть под нее шортики уже абсолютно другой образ и абсолютно не строгий, одеть под нее какие-то брюки, все, ты уже строгая секси-леди. И еще футболки у меня прибавились, конечно же, в летнем гардеробе. Первая это футболка Coca-Cola, обычная белая, здесь бутылочка стеклянная нарисована, и, наверное, я бы не стала ее носить, если бы не одно, но это футболка-имена, и здесь написано название моего канала, Света СЛ, и только вот из-за этой малюсенькой вирочки, конечно же, мне хочется влезть в эту футболку и не снимать ее. А так в целом она приятная, такая хлопчатая бумажная, под джинсы, под шортик, под все угодно в жаркий день. Я обожаю футболки на одно плечо, причем я никогда не покупаю, если направлено на футболку, которая только, да, на одно плечо, я просто покупаю футболку с большим воротом, потому что ее можно и так, и сяк носить. И, в общем, я нашла вот такую вот синенькую футболочку с якорем, мне кажется, якорь это реально такая морская, церелетняя тема. Она немного оверсайз, эта футболка, но за счет такого стрейчевого материала и вот этого горлышка, она смотрится достаточно интересно, не просто как мешок, то есть вот на одно плечо уже так становится женственно, а если просто ее на оба плеча, то, не знаю, можно там пойти сумками куда-нибудь в магазин и ничто не будет стеснять ваших движений. Снова про Саратов, когда я туда прилетела, то первые дни было холодно, и я, в принципе, не брала особо летнюю какую-то одежду, и потом наступила такая жара, капец, просто я отправилась в Нью-Йорке, то есть не отправилась, а мне пришлось туда забежать, и я нашла там два таких вот кроп-топа суперстрейчевых, почему я говорю два, хотя показываю вам один. Один точно такой же черный, где-то лежу в квартире, в стирке валяется, а вот этот вот красно-оранжевый, и реально прикольно так на фигуре смотрится, красиво животик оголяет, и тем не менее стрейчевый, то есть как-то не сковывает движения. Единственное, что могу вам посоветовать про эти кроп-топы из Нью-Йоркера, берите на размер меньше, а то и на два, потому что я взяла, например, себе XS, хотя обычно наношу S, но не пожалела бы, если бы взяла XXS, потому что после первой стирки кроп-топ немного растянулся, и если он вот тут уже в области талии растянется, то это будет совсем некрасиво, а пока он меня, конечно, радует. И напоследок оставила вам совсем такие летние-летние вещи, терапляжные, в общем, первая вещь, это маечка, которая сейчас на мне, на лямочках, она красиво так грудь даже без бюстгальтера подчеркивает, то есть не делает ее совсем какой-то бесформенной и плоской, также достаточно красиво открытая спинка, и внизу у этой маечки такая небольшая баска, или большая, но мне нравится, как-то смотрится достаточно женственно. Эта баска не делает вас слишком огромной, не делает вас подозрительно беременной, и мне кажется, вот этот вот объем, который идет по низу этого топа, наоборот, можно сочетать со многими вещами, и как-то выигрышно обыгрывать. Еще одна маечка прям совсем крохотная, это вот такой вот родненький нежный поросячий кроп-топ, трикотажный и очень такой тянущийся, и нет в этом кроп-топе ничего такого особо примечательного, кроме того, что он супер летний, ко всему подходит за счет своего цвета, особенно к тем голубым джинсам, которые я набрала. Последнее, что я хочу вам показать, это уже совсем пляжная вещь, это такой розовый квадрат, как может сначала показаться, в общем, это такое порео, и здесь оно красиво по воротнику, и по зоне плечей, полу таким кружевом, как-то обработано, и в принципе, мне кажется, такая вещь должна быть в гардеробе летом, потому что, например, когда вы идете с пляжа, или там вам надо из отеля до бассейна добежать, и вы не хотите быть, ну, совсем голой, да, в одном купальнике, просто вот находка, и в принципе, получается, когда вы накидываете, то здесь такие секси-разрезы по бокам, и у вас все оголено, вплоть от бедра до самого верха купальника. На самом деле, мне кажется, прикольно, и реально будет приковывать взгляды, или на какой-нибудь, например, тусовке на пляже можно в этом быть, почему бы и нет. И в общем, я, по-моему, все вам показала, напишите мне, какие вам вещи понравились, какие не понравились, какие бы вы одели, а какие бы вообще ни за что на свете, очень интересно послушать ваше мнение. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, ставьте лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, и, естественно, я приглашаю вас в гости к себе в Инстаграм, мне кажется, я там почаще обитаю, чем здесь на Ютьюбе, и, да, помните, что вы самые лучшие у меня, я вас просто обожаю, спасибо вам за вашу поддержку, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok